Ну что ж, у меня в студии целых три гостя. Три. И одна из них очаровательная девушка. Мне сегодня везет на девушек. Аня Огородникова. Привет, Аня. Олег Иванов, его вы уже знаете. Привет, Олег. Ну и, конечно же, Алексей. Привет. Привет. Я фамилию забыла. Лобзин Алексей. Лобзин Алексей. Меня к концу дня переклинило. Зато я хочу сказать тебе комплимент. Мы с тобой в начале дня обсуждали, какое количество недопустимых событий, уникальных, недопустимых событий, да, наши нападающие смогут реализовать. Какую цифру ты назвал? Тридцать. И ты был прав. Они смогли это сделать за оставшиеся часы. Я даже не знаю, что, где шаг предсказательный тенант подарить. Но мы не подсуживали, несмотря на то, что мы выступали в роли организаторского сока, мы не подсуживали. Сколько есть, столько есть. Это все совпадения случайны. Совсем случайны? Совсем случайны. Слушай, а пытались протащить... Пытались ли команды протащить... Не знаю вообще, можно ли вас надуть? Слушай, надуть нас практически невозможно. Но надо сказать, что тридцать первое событие, оно было вот уже на грани уникальное. Ребята из Кода Бай, они успели поменять картинку на видеоэкране. Успели. То есть там видео их шло, но они не успели отправить отчет. Поэтому фактически этот риск не считается. Не считается. Хотя они его и реализовали. Без отчета риск не засчитывается. Без отчета риск не засчитывается. Надо же, какая жалость. Что делать с ними будем? С ними, да? Да. Ну они выиграли. Я думаю, они не сильно расстроились. Они не сильно расстроились, да. Ты спойлерис вообще за страшные силы. Выиграла команда Кодбай. А сдали ли все отчеты наши защитники? Защитники. Не знаю, что у них еще осталось в загажнике, но вот они до последней секунды просто отправляли отчеты, в том числе рисков, которые были реализованы на последних минутах красными. Появились очень быстро расследованные риски. Минимальное время 1 час 13 минут. Компания Зонзон расследовала риск на своем объекте за 1 час 13 минут. А сложный или риск они расследовали? Потому что 1 час – это прям очень мало. Такое вообще бывает? Это действительно мало. И с учетом того, что цепочка содержит несколько шагов, наш сок очень требовательный в плане техники, как ты помнишь. И вот расписать так, чтобы ребята приняли отчет за 1 час 13 минут – это на грани фантастики. Аня, расскажи мне, каковы твои впечатления от сегодняшнего? От сегодняшнего стендов, от прошедшего? Ну вообще все организаторы очень довольны. Все выдохнули наконец-то. Вы уже выдохнули? Да. Мы рады, что удалось реализовать хакерам межотраслевое недопустимое событие. С утра о нем Алексей говорил. Прости, пожалуйста. Остановка нефтепродуктопровода. Да, была такая. Классно вообще, потому что там же остановка не только нефтянки, но и аэропорт, там АЗС, все встало. И посетители в аэропортах сидят, не могут улететь. Полный коллапс. Мы рады, что у нас получилось. Ведь это была цель стендов этого межотраслевые риски. Круто. Олег, расскажи мне про команды нападения. Ты же, наверное, за ними следишь, да? Конечно. Почему-то я уверена, что ты следишь именно за ними. Кто там на втором месте, на третьем? На втором месте команда True Earth. True Earth? True Earth, да. На втором месте. Они в прошлом году, по-моему, были первые, да? Они каждый год соревнуются с Котбайем. У них это такая давняя битва. И насколько я знаю, ребята из этой команды говорили, что они там были в шаге от реализации недопустимого события, которое им принесло бы достаточно много баллов. И у них остался такой большой запал на будущий год, чтобы отыграться. Поэтому ждем их в следующем году. Вы запретили играть в «Царь горы» внутри инфраструктуры, но ребята придумали, как поиграть в «Царь горы». Они это делают просто целиком. Расскажите, как была ли вот эта вот интрига, когда шли нос в нос, обходили друг дружку? Вы делали вы ставки на победителей? Не, ну мы не должны делать ставки, мне кажется. Что значит вы не должны делать ставки? Мне кажется, что у нас какой-то конфликт интересов. Почему? Вы же им не подсуживаете. Ну ладно, хорошо. Сформулируй вопрос по-другому. Есть ли команда нападения, от которой ты ожидал вау? Ну на самом деле мне очень нравится, как ведут себя и как развивается команда «Инвуз». Потому что «Инвуз» — третье место, кто занял, да. Потому что они из года в год набирают обороты. И мне кажется, что к будущему стендоффу они уже достаточно хорошо понимают, как устроена наша поигра и могут составить такую хорошую конкуренцию пока несменным лидерам нашим под «Баю» и «Труэрс». Аня, есть ли у тебя любимцы? Ну, у нас международная команда участвовала «Багет Тупейн». Мы очень хотели, чтобы они реализовали какие-нибудь недопустимые события. Но, как Олег сказал, мы должны быть бесперстрастными. И у них вообще-то получилось. По-моему, они штуки три или четыре реализовали. Да? Отлично. Леш, твои? Мне понравилась, как распределилась арена, кибер-арена в этот раз. То есть получилось так, что команды «Труэрс» и «Кодубай» они практически соревновались внутри нефтяной промышленности. На этом объекте один за одним реализовывали недопустимые события. А вот команда «Инвулс» выбрала для себя объект «Сити» и хозяйничала там. То есть они поделили зоны? Да, они изменили скорость колеса обозрения. Был риск, что колесо опять уедет и будет кататься по городу, сметая все на своем пути. Кошмарный ужас-то какой. Да. Слушайте, а не договариваются там нападающие-то? Они как вот это все поделили? Мне кажется, просто кто быстрее закрепился, кто чувствуется там более уверенно. А напомните мне историю прошлого года. Почему-то мне кажется, что и «Кодубай», и «Труэрс» в прошлом году тоже хорошенечко изучили именно нефтедобывающие, по-моему, газовую отрасль. Да ведь? Нет, не помните? В прошлом году в мае или в ноябре? В ноябре. В ноябре у нас было единое государство. Чего? У нас было единое государство большое там. И, как сказать, чуть другого вида модель игры. Вот. Поэтому был достаточно сложный офис. И не столько дней, наверное. Им бы еще парочку дней, и тогда бы пошли реализации недопустимых событий в «Скаде». А в том году как раз закончилось все прямо на грани, когда команды подошли уже к «Скаде». Как вы думаете, три дня же в этом году у нас было стендов или четыре? Четыре. Четыре достаточно или все-таки маловато? Ну, только вы сейчас не как организаторы мне рассказываете. Чекеры просили больше. Я понимаю, что вам хочется, чтобы все закончилось. Чекеры просили больше, а организаторы просили меньше. А защитники? Защитники тоже просили меньше. А я смотрю, мне не разделились. Нет, тут два к одному, похоже, будет все меньше. Всегда вопрос в ночи стоит здесь. Вопрос в ночи? Потому что да, многим хочется поиграть ночью. Так в этом году вроде не было ночи. Да, в этом не было, но желающие есть. Кто хотел бы играть ночью. А почему хотят играть ночью? Ну, мне кажется, что это такого своего рода уже ритуал был. Потому что у нас всегда, да, ну по «Ходейс» был раньше только два дня. И Сэндол был ранг по «Ходейс», и всегда получается, что начинался он сначала по «Ходейс» и заканчивался тоже к концу второго дня. И ночь, она всегда присутствовала. Поэтому, видимо, старички помнят и любят. Об этом мечтают, вспоминают. Ну что, я каратенечко подведу итоги. Итак, всего за четыре дня учений недопустимых событий были реализованы... Недопустимые события были реализованы... Проверяй меня сейчас, ты главный проверяющий. 63 раза. Все так. А у тебя там тоже шпаргалочка? У меня тоже шпаргалочка. Она у нас одинаковая, я надеюсь. Команды атакующих реализовали 30 уникальных событий. Из 100 заложенных в программу. Кстати, вы с Лешей и мы обсудили, что он ожидал 30 из 100, и ему казалось, что это норма. А вы сколько хотели увидеть в итоге? Я думаю, мы столько и ожидали. Это классный результат от хакеров, что они реализовали 30% от всего, что мы заложили. И останется что-то на следующий год, например, или на ноябрь. Ты тоже того же мнения? Я согласен, да. 30% отлично. Согласен. Я уже совсем согласен. Да, примерно так. Между прочим, на прошлом ноябрьском стендов атакующим удалось реализовать всего 6 уникальных событий. Ну, вообще, если вот сравнивать 6,30, то прям шагнули. А как думаете, почему такая цифра? Ребята опытнее или их просто больше? Как уже сказал Олег, была немножко другая модель игры, модель офисов. Да, у нас была единая государственная платформа, информационная система. То есть вектор атаки, он был, в общем-то, один, наверное, сначала пробраться через нее. Сейчас каждый офис обособленный, и поэтому векторов становится в 5 раз больше, что и видно на результате, собственно. 6 на 5, 33,30 уникальных событий. Но динамичненько получилось. Конечно. Но мне кажется, что основная динамика все равно сегодня была. Начинали мы утро со скольки? С 16? За два дня они реализовали три недопустимых, три уникальных недопустимых события. Потом 11, и сегодня, получается, еще 16. Это, да, динамичнее и динамичнее с каждым днем. Вы все трое в следующем году в деле? Конечно. Я не вижу. Мы уже начинаем. Мы уже начинаем готовиться. Вы тоже начинаете? Мы уже готовы. Мы уже готовы. Так, чудесненько. Давайте про следующий год. Будут какие-то спойлеры? Ну, спойлеров, наверное, каких-то не будет. Будет сначала разбор полетов. Как раз вот Аня в этом нам всегда помогает и готовит. И потом уже после этого мы продумаем и проанализируем и заново спланируем инфраструктуру. Поняла. Без спойлеров. Я тебе могу шепнуть. Мы будем развивать новые отрасли, может быть. Что у нас в космос появится, наконец? Давайте мы запишем нашу книжечку, Юлина, пожелания. Хорошо. Я приду с карандашиком. Хорошо. Будете команду наращивать, не знаю, менять? Ну, для наших ребят возможность поучаствовать в мониторинге того, что происходит на киберполигоне, это просто стало школой, которую must-have должен пройти каждый без исключения новый сотрудник. Ребята на глазах растут. Это за 4 дня, ну и возьмем еще там несколько недель до подготовки, люди проходят курс информационного безопасника, который в институте ты не пройдешь за 5 лет. В 10-летие. Ты видишь все, да, ты видишь все своими глазами. Поэтому, конечно, мы будем участвовать, конечно, мы... Ловим тебя на слове. Друзья мои, со мной в студии был Алексей Лобзин, компания InnoStage, Анна Огородникова, компания Pestive Technologies и Игорь Иванов. Олег Иванов! Я-то мне тоже пора на покой. Компания Pestive Technologies. А я передаю слово, угадайте кому? Ярославу Бабину, который будет подводить итоги стенд-оффа и награждать, собственно, победителей.